Только собрался с духом, чтобы начать что-то говорить, как включился холодильник и загудел. Но ничего с этим не поделаешь. Сегодня день был другой, и много чего произошло, и я могу много что забыть. Все началось с того, что я проснулся от стука, но не в мою комнату, а просто в соседнюю комнату, и было еще 8 утра. И я подумал, вроде бы я не очень-то нездоров. Примерно так я подумал. И пошел заниматься, и первую половину занятия занимался, и решил воспользоваться тем, что возможно, что я скоро пообедаю. Ну, то есть, как бы, я решил позаниматься, потом пообедать уже в столовой первый раз. И, ну, за какое-то время. И я решил, что у меня будут силы, поэтому, как бы, я сегодня начну, типа, ну, не здоровый образ жизни, а, ну, как бы, рабочие дни. И я даже написал студентам, не хотят ли они на урок, тогда же с утра. И после занятий я решил сходить, вот, я что-то не хотел рассказывать каких-то подробностей, да, но у меня, в общем, есть еще одна такая маленькая ситуация. Она очень давно, и она не очень большая. Я хочу выпрямить там какую-то перегородку в носу. Давно. И сегодня я решил сходить в одну больницу, в которой у нас был медосмотр. Я почему-то не могу нормально связать слова. И дело в том, что когда у нас был медосмотр, мне сказали, ну, если хочешь, можешь, вот, позвонить по этому номерочку и номеру. И сделать эту операцию, там, в носу. И, в общем, я взял эту бумажечку с номером и, вот, потерял. Сейчас я решил к ним туда сходить и попросить эту бумажечку опять. Я пришел, и там какая-то была долгая история, что я сначала ждал в очереди, в регистратуре, или где это, я не знаю. Потом я пошел прямо к лору, и меня направили как раз в регистратуру за карточкой. Я пришел обратно в регистратуру, а там моей карточки нет, потому что это не наша какая-то поликлиника. И пришла эта лор, и, в общем, меня послали в нашу большую больницу, в которой рядом как раз коронавирусный китаец. Кстати, я опять не посмотрел новости насчет него. Его, возможно, сегодня должны выписать. Если он первого туда поступил, сегодня-завтра его должны. Ну, в смысле, 14-15. А я как бы рассказывал про 13. И я туда пришел, мне сказали позвонить, опять же. Я подумал, еще опять звонить, это так трудно, так дорого. И вышел, и все-таки позвонил, и меня записали. Наконец, лето. То есть, мне надо столько ждать, но, я не знаю, это не очень большая, на самом деле, проблема. Она меня не сильно беспокоит, но просто чуть-чуть беспокоит, и уже очень давно. Она уже просто беспокойство временем, что слишком-слишком долго. Я даже не знаю, сколько лет. Много. И я подумал, может быть, в Питере попробую тоже еще узнать насчет этого. Ну, вот я сегодня и так решил развлечься. Но вот после того, как я позвонил, я пошел уже в столовую школьную. И меня туда не пустили. Меня спросили, вы из консерватории? Я говорю, да. И мне сказали, вам нельзя. Я ушел. А, кстати, пока я шел между больницами, я зашел в магазин и купил достаточно приличную брокколи. А еще попкорн. И так получилось, что мне эта еда очень пригодилась, потому что я уже хотел есть. И пришел, в общем, сюда и поел. И это был мой первый обед за последние, там, не знаю, 10 дней. И было очень хорошо. У меня было много сил, и я сразу же заснул. Или не сразу же. Потом... Сегодня менялось белье, и у меня поменялось белье, которое сразу же оказалось на полу. А еще я спросил, нет ли у них какого-нибудь маленького матрасика дополнительного, и у них не было. А потом я пришел и нашел какое-то, чье-то старое одеяло, и у меня теперь прямо тут такой спальный уголок. На полу лежит одеяло, на одеяле лежит матрас. На матрасе я стулю. Ну вот, потому что как-то жестковато все-таки было. Я даже думал уже отказаться от этой идеи. Ну вот, сейчас попробую еще с дополнительным одеялом, может быть, будет нормально. Параллельно я посмотрел в какой-то момент... А, кстати, в обед я посмотрел фильм... Опять про этого... Урфин Джуз и его деревянные солдаты и что-то такое. Это вот предыдущая часть относительно того, что я смотрел вчера. То есть вчера я посмотрел более современную, уже вторую какую-то часть. И мне очень понравилось, очень понравилось. Такое мне прямо подходит. Но еще я сейчас смотрел там всяких парашютистов, и поэтому у меня немножко кружится голова. Наверняка я что-нибудь еще забыл. Но вообще-то я уже слишком много сказал. До сих пор я не рассказывал никаких конкретных штук. Ну просто мне показалось, что это какая-то такая... Во-первых, ничего особо страшного. А во-вторых, вроде бы все прилично. Да, у меня будет... Это... Не цензура, а как это называется... Критерий приличия. И вот эта история прошла отбор по критерию приличия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...